Привет, Борис. Ничего, спасибо. Вот погода меняется, и я всем говорю, которые жалуются, что у них шея болит. Поэтому надо брать вот так вот, разминать шею, разминать шею. Вот так, просто ведешь вот так вот, разминать шею. Некоторые люди думают, что они от погоды не зависят, и приписывают свои состояния каким-то другим причинам. Но на самом деле надо пару недель, как девочки свой дневничок ведут, чтобы каждый человек, который разобрался, зависит он на самом деле от погоды или нет. Однажды взял две недельки, у нас все наши участники школы человек будущего это знают, в принципе, две недельки записываешь в удобное для себя время. Атмосферное давление раз, я в магнитную обстановку два, температуру три, дождь, ветер четыре. И в течение двух недель потом человек уже начинает ориентироваться, и потом у него когда вдруг или голова болит, или что, он в окошко выглянул, а вот оно оказывается, почему. И у него сразу появляется определенность, и напряжение снижается. Ну, это надо как-то знать. Это обычная такая сангигиена для мозга и для организма, знать такие маленькие образовательные штучки. Ну, рассказывай. Я смотрю, у вас, несмотря на погоду, хорошее настроение. Я когда тебя вижу, у меня всегда хорошее настроение, потому что мы будем говорить о творчестве сегодня. Да, вот я обратил внимание, что у вас за стеной картина. Это новая какая-то, она прям такая очень яркая, светлая и... Нет, эта картина у меня, эта картина у меня старая, но я ее поставил именно специально, что у нас будет видеозапись. Обычно я фото этой картины посылаю кому-то на день рождения или в какой-то праздник прямо там в интернете подписчикам своим. Вдруг кто-то говорит, а у меня там день рождения. Я ему раз и посылаю эту картину. Вот когда вы говорите, что вы когда меня видите, у вас настроение повышается, а я вот сейчас эту картину увидел, и у меня настроение улучшилось, потому что в ней есть какой-то вот заряд энергии. А может быть, это я так чувствую, я не знаю. Просто прям совершенно другое состояние. А я тебе секрет расскажу. Я картину заканчиваю и переписываю до тех пор, пока в ней не появится душа. То есть они обладают таким эффектом. И человек, способный сопереживать чему-либо, а ты очень сенситивный. Ты же актер. И ты сопереживаешь, что там. И действительно, это получается такой эффект. И многие мне говорили, они обладают каким-то целебным эффектом вашей картины. Ну, как бы не обладать. Конечно, я же душу туда вкладываю. А вот вы сказали, что я рисую до того момента, пока в картине не появится душа. Да? Ну, душа – это красивое слово, но как это понять? Вот сейчас вот есть душа, а вот сейчас еще нет души. А я сейчас пример приведу. Вот у меня два дня, Влад приезжает специально, потому что компьютер сломался. И вот эти два дня у меня было другое настроение. И мы с ним чинили компьютер, и там диск вылетел, где я книгу писал в течение двух лет. И этот диск вылетел, и он мне чинит сейчас этот диск. И поэтому я и не спал нормально, да? И был этим очень озабочен. И в это время я писал одну картину. Одну картину. Я писал каждую ночь потом эту картину, и она у меня никак не получалась. И вот я на нее каждый день смотрю, не, надо опять переписывать, я опять переписываю. И тогда я понял, почему вот эти монахи, которые писали иконы, например, как они себя готовили, свое состояние душевное готовили, чтобы икона получилась такая прекрасная, чтобы там душа была. То есть по существу от состояния художника зависит образ, который он создаст. А это передается другому человеку, который его, так сказать, зрит. И вот это есть такая вот коммуникация, искусство. Поэтому, например, Леонард да Винчо написал там картины или там Ван Гог. Они до сих пор нам дают радость. Я это хочу, знаешь, закончить на какой нотке. Дело в том, что они нам дают эту радость, мы их сопереживаем и получаем оттуда этот импульс. И при этом они ничего при этом не теряют. То есть это вот искусство обладает таким свойством. Дарит радость, и при этом оно не уменьшается. Миллионы людей смотрят на картину, и все получают радость. А вот когда дело касается, например, материального объекта, вот я кому-то эту картину подарю или продам, как художники продают, и у меня она исчезла. А так вот, когда ее смотрят все, она всем дарит. То есть вот есть материальное, материальное и духовное. Вот это все-таки искусство, это вещь духовная, которая неделима. Потому что сколько ее не дели, она все время остается вечной. А хлеб, например, или деньги делимые. Я тебе отдал, у меня меньше стало. Поэтому все время идет конкуренция. Кто-то ставит на духовные потребности, кто-то ставит на материальные потребности. Ну вот отсюда получилось. Я согласна с тем утверждением, что вообще искусство, искусство как таковое, оно всегда возникает только в момент соприкосновения творения, которое создал творение, со зрителем. То есть творение само по себе, когда нет зрителей, нет слушателей, нет читателей, да, это всего лишь творение, это творчество. Это не искусство, а искусство, это взаимодействие зрителя, слушателя, тем, кто это творение создал. То же самое в театре, правда? Абсолютно. Актер, когда входит в роль, он одновременно находится в образе этой роли, перевоплощается, но при этом и сохраняет свое отношение к этому персонажу, которого он играет. И при этом еще он учитывает взгляд зрителя. То есть там три, три в одном. Если он теряет одно из них, получается фиаско. Потому что, например, он так вошел в роль, что забылся. Забылся, но действительно есть люди, которые, ну, плакать девушка стала, играет роль и стала плакать, и так расплакалась, что уже перестала быть всем интересной. Потому что у нее обратная связь со зрителем пропала. А вот я еще, как ты говорил, интересный случай, как актер, когда играет, он не просто играет, но еще свое отношение, своей личности к этому персонажу, вот тогда зритель в зале получает и образ своей роли, и отношение актера к этому. Да, и считается, что искусство, искусство всегда, в отличие от быта, от жизни, оно всегда все-таки несет в себе условность. Потому что всегда и зрители, и актеры, если мы говорим про театр, всегда понимают, что мы в театре, что это некая условная ситуация. Но, тем не менее, мы чувства переживаем реальность. Вот это и есть волшебство кино тоже в том, что мы смотрим его со стороны. И вот Чинскен Михаи говорил, который о потоке писал и делал лекции, но это такой профессор, выдающийся психолог, сам венгр, живет в Америке, его все знают, кто занимается творчеством, книги про поток, там его выступления, о том, что для чего театр, для чего искусство, чтобы оторвать человека на какой-то момент от обыденности. И чтобы он, сопереживая этих актеров, тоже чувствовал себя героем. Но там, и то же самое в модах, когда девушка смотрит журнал «Мод» или «Показ мод». Я читал в одном журнале статью интересную, почему же женщины любят смотреть «Показ мод». Потому что она в этот момент сопереживает и чувствует себя героиней. Ну вот это и очень интересный момент коммуникации. Да, и, кстати говоря, этот художник говорил, наш великий испанец, художник, как его забыл, «Пикассо», что искусство для того, чтобы встряхивать пыль с повседневности. Ну, это именно, чтобы человек... А на самом деле, когда он слушает музыку, или смотрит спектакль, или что-то, он все переживает, все эти процессы, в конце концов, приходит к себе. Ну, например, музыку ты заслушался, задумался, у тебя появилось такое снятие напряжения, у тебя появилось состояние обнуления, как у нас по методу ключ, там есть элемент, когда мы делаем разгрузку. И он стал слышать себя, слышать себя, свой геном, как говорится, творческий. А поскольку человек творец, он стал там, как бы, внутренне понимать, как решить те или иные вопросы, которые до этого были до него недоступны. То, чтобы прийти к себе, вот оно для чего нужно. Ну, я думаю, что, кстати, я сейчас подумал, что у человека, который в этот момент на сцене находится, ну, если мы, например, говорим про театр, или про какое-то публичное выступление, ведь у него происходят те же самые процессы. Он тоже становится героем любым, каким он хочет быть. И тоже в это вживает. И это тоже безопасно, да? Потому что если я, там, не знаю, на войне, там, я не знаю, я солдат в театре, да? Я могу побыть этим солдатом, и я не умру. А если я на войне в жизни, это совершенно другая история. Вот эта способность переживать с помощью кино и театра тысячи жизней обогащает нашу жизнь. И что вот говорил Михаил Чехов, что есть большая задача, чем сама игра в театре. Но он же занимался этой антропософией, или как она называется. Это же по существу самопознание. Ведь по существу театр и кино, они... И Саниславский говорил о сверхзадаче. Наверное, он имел в виду тоже. По существу все это устроено человеком инстинктивно для того, чтобы заниматься самопознанием. Самосознанием, развитием себя. В этой эволюционной лестнице, чтобы развиваться. Ну, Саня, а вот такой вопрос, если можно. А почему вот возникает вот это волнение? Не знаю, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но волнение присутствует всегда. То есть, опять же, если, например, про театр говорить, если я на репетиции, я там могу совершенно гениально играть, ничего не волнув. Как только приходят зрители в зал, обязательно... Ты вроде делаешь все то же самое, но ты сам чувствуешь, что внутри существует вот эта скованность, и ты уже играешь немножко по-другому, немножко не так, как ты мог бы играть. Это... То же самое у спортсменов. Валим на бутер или гимнаст, а на соревнованиях раз и сковала его, потому что нервно-мышленные зажимы, о которых Станиславский говорил, это распространяется не только на актеров, но и на спортсменов, и на любого человека, потому что... Твоя ситуация публичная? Публичная ситуация, потому что ты одновременно должен думать... Моментально появляются блоки сознания и блоки тела, вот это называется стресс. Это транс, страх ошибки, это ожидание невольное, негативного исхода ситуации. То же самое на экзамене. Вроде бы ты идешь на экзамен, все знаешь, а потом сел за стол сдавать экзамен. Время приближается к экзамену, вот осталось пять минут, да? Вот пять минут назад ты был один, а вот осталась минута, ты уже другой, потому что... Я так перспективателю всегда, да-да-да. Сокращается время для решения вопроса, повышается уровень напряжения. А иногда оно зашкаливает, и человек зависает. Это экзамен для актеров, и для художников, и для поэтов, и для спортсменов. Если ты завис, если ты не можешь ясно думать, ясно понимать, что и как надо делать, принимать нормальные решения в нужный момент, срочно, значит, надо снять зажатость, делать хлёст руками по спине, шалтай-болтай, подбирать вот эти приёмы путём перебора, подобрать то, что тебе синхронно, и тогда у тебя снимается лишнее напряжение, и опять открывается творец в тебе. Вот это то же самое, что и подбор роли актёра. А у нас подбирают упражнения к каждой себе. И когда он их делает, ну самое интересное, сам процесс подбора этих упражнений развивает творческую поисковую активность мозга. Сам процесс перебора, поиска. И он развивает, оказывается, поисковую творческую активность мозга. И самое интересное, что это такое. Это значит творческий подход, это когда человек стремится решить любую сложную задачу наиболее простым способом, но через призму высших человеческих ценностей. Вот это очень интересный момент. Поэтому актёр, когда пытается хорошо играть роль, а он себя развивает. Поэтому художник, чудо художника, это не только чудо на полотне, но и превращение самого художника. Да, очень интересно. А вот, Боря, мы с тобой говорили о том, что ты нам в следующий раз поможешь привлечь людей к попытке писать стихи. Потому что у нас с методом ключ можно открывать у себя таланты. И очень много людей даже не представляли себе, что в них сидит художник, в них сидит писатель, в них сидит чтец стихов, что в них сидит актёр. Они даже не думали никогда об этом. По одной простой причине, что в школе нас этому не учили. А профотбор всё-таки был какой-то в жизни. Водили нас там на завод, показывали, как люди работают, водили нас в художественную мастерскую, в детские, пионерские были кружки. Каждый себя как бы опробировал, что ему понравится. Но сейчас же нет такой возможности физически, тем более изоляции бывает, тем более дистанционка. И поэтому у нас в методе ключ есть профиль. Допустим, человек выходит на нулевое состояние с помощью разгрузки, обнуляется от всех наполоснований, да, выходит как бы на это состояние, когда его мозг свободен. И в этот момент воображает, что он читает стихотворение. Или, допустим, воображает, что он рисует картину. Или воображает, что он пловец чудесный. И вот так вот коридоры этих деятельностей по полминуте, по минуте. И вдруг он говорит, я теперь понял, что кем бы я не хотел быть точно, вот кем бы я хотел, я еще не знаю, но то, что кем бы я не хотел, я точно уже знаю. Ну, короче говоря, у него происходит самоидентификация, и у него расширяется поле выбора именно в области своих способностей, которые ему адекватны. Вот с этой целью ты можешь нам устроить, например, декламацию стихов, чтобы мы в одном из профилей во время вебинара или в открытом такой, а в интерсляции для всех, кто сейчас вот смотрит, как мы делаем обычно, почитать стихи какие-то, и потом мы, допустим, все привлекутся попробовать это делать, например, они возьмут у себя, сделают хлест, сделают лыжника, сделают там упражнение дирижер, потом упражнение плавания, потом упражнение там скакать на коне, потом грести лодку там, весла там на галерах, как бы, а потом, когда у вас снимется напряжение, попробовать прочитать стихотворение, ну вот, а ты через формулу фагела, да? Да, я тебя использую, да, да, мне очень помогает. Да, давайте, конечно, потому что, ну, мне кажется, даже если человек не выбирает здесь профессии, чтение стихов или публичное выступление, но каждый хотя бы раз попробует это испытать, это счастье, когда ты выступаешь перед публикой и какие-то свои отношения, свои эмоции, свои мысли передаешь, то, конечно, давайте сюда отдыхать. И вот мне, знаете, что нравится, на что я обратил внимание, то, о чем вы сейчас сказали. В отличие от того, как у нас было, да, там, в школе, как нас учили, нас не спрашивали. Ну, то есть, да, бывало, что и спрашивали, а что ты хочешь, да? Обычно ты будешь этим, ты будешь этим, ты будешь этим, а ты иди туда и плаваешь. А тот метод, который вы предлагаете, он же подразумевает, что я выбираю то, что мне близко самому. Я совершенно по-другому к этому отношусь, и я по-настоящему испытываю кайф, потому что это то, что я выбрал сам, а не то, что мне сказали делать. Это же принцип. Да, это как роль, которая подошла актеру, и поэтому его помнят потомки. Да, конечно, надо в жизни играть свои роли, не чужие. Да. Конечно. Слушай, как это интересно. Я, знаешь, что вспомнил, я в прошлый раз тебе говорил, когда мы отдельно разговаривали, про выдающегося актера, который играл от Элла, от Элла, и который вот забыл руки намазать вот эти ваксы или чего они, и когда он до Шилла Тэлл, вязал, вдруг увидел, что у него руки белые, и они были все в шоке, он забыл намазаться, да? Да. А потом, а потом, значит, когда был перерыв, там, пятиминутный, он слетал, слетал в гостиницу, приехал оттуда, и во втором каком-то действии на глазах у землюнной публики, там какая-то сцена была, и он так сбросил перчатки, белые он надел, и там руки оказались черными. И весь зал был потрясен, как он сумел актер так быстро сориентироваться, и, как говорится, они ему так овации такие устроили, уже потому, как они поняли, что роль ролью, актер актером, все-таки... Да, 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 и он сумел, это сумел, да. Ну да, вот это то, о чем мы и говорили сегодня, что искусство, слово искусственно, все равно, это некая игра, в которую, опять же, творец предлагает сыграть зрителю, слушателю, и когда зритель, слушатель, читатель в эту игру включается, вот этот, в этот момент и возникает искусство. Так вот, я думаю, зал, почему ему овации такие устроил, потому, что зал увидел что-то новое в этом, что, оказывается, и так можно. Вот оно, в чем дело. Он увидел победу духа над телом, зрительный зал увидел, что он не сломался, что он сообразил, как поступить, и вот поэтому искусство по существу, как раз как элемент культуры, коротко сжатого опыта одного поколения другому, от спектакля к зрителю, который развивает человека, да. Давай сделаем так, да, Боря? Ну, давайте попробуем сделать искусство, и давайте пригласим участников попробовать. Давай, я тогда прямо в школе «Человек большего homo futurus» мы объявим, и сейчас в видео это выставим в Ютубе. Пусть там лайкуют и вопросы пишут, чтобы они еще хотели по этому поводу услышать, потому что ты актер, твой театр называется небольшой, ботический театр, московский, московский. Да, и вот, чтобы они там написали в комментариях, какие еще вопросы хотят тебе задать по этому поводу, или в следующий раз давай прямо и устроим. Может быть, а может быть, у кого-то есть что-то, что он вообще мечтал всю жизнь прочитать для других, с чем-то выступить, приходить. А мы в Зуме это сделаем, да, чтобы все желающие в Зум вышли? Да, да. Ну, Боря, а как ты технически это сделаешь? Ты им разошлешь всем этот Зум и номер, что ли, чтобы они... Да, мы сделаем общую ссылку и сделаем такую небольшую конференцию. Очень хорошо. А ты знаешь, в завершение, что хотел сказать, мы сейчас материал делаем, который создаст мост между Западом и Востоком, который будет как первый телемост, помнишь, когда был СССР, Америка и так далее, чтобы все люди увидели, что и на том конце планеты все-таки люди живут, и они так же страдают, и так же любят, и так же переживают. А в высших человеческих ценностях, общечеловеческих. Потому что, ну, например, о судье кто? высший суд, какой у человека, на что надо равняться, чтобы человек в своих поступках, ну, Толстой, Лев Николаевич, говорил, совесть. Ну, отчего же тогда происходят сейчас такие проблемы с коронавирусом и так далее. И вот это вот, как национальная идея России, мы как раз таки делаем материал, скоро увидят все, прочитают, генератор образа будущего, такой мозговой штурм. там будет очень интересно, но там самое главное будет сказано. Сейчас я это скажу, что это происходит, потому что все революции в мире происходили на самом деле, по моему мнению, потому что научно-технический прогресс приходит в противоречие с развитием человека. Вот образование отстает, отстает от научно-технического прогресса. И получается, что освоение новых видов энергии, или, например, даже когда лошадь была заменена паровозом или автомобилем, сразу менялся мир, парадигма менялась. А образование должно поспевать за этим, чтобы развитие сознания было соответствующим синхронному развитию научно-технического прогресса. Из-за этого получалось, например, сегодня образование осталось на прежнем уровне, а научно-технический прогресс пошел вперед. И поэтому недостатком любой школы является, что мы учимся в одном состоянии, а применять полученные знания, навыки, умения приходится в разных обстоятельствах. Это раз. Во-вторых, детей учат оперировать большими объемами информации, не вникая в смысл вопроса. То есть их не лучше думать. А человек хомо сапис, человек разумный. Короче говоря, вот эти недостатки, мы там пытаемся как их отрегулировать, как решить, чтобы коронавирус победить, и чтобы перестроить социальную структуру, потому что миром управляет не страх деньги или оружие. Миром управляет миропонимание. Когда оно владеет людьми мира всего. Когда людьми мира владеет одно и то же миропонимание, а вот это миропонимание, как раз мы там хотим дать в этом материале. Как национальный идея России, ката будущего. Очень интересно. Вот это очень будет интересно. Ну потому что сейчас непонятно, высший суд это какой. Потому что заменили постижение сути, смысла, например, что высшие общечеловеческие ценности это способность творить, созидать, любить, сопереживать, чувство бесценности живого. Это высший суд. А его не развивают. Его заменили религией, его заменили еще чем-то. А это же есть общечеловеческие ценности. И поэтому научно-технический прогресс развивается, а ответственность ученого, который создает новое открытие, новое изобретение, вот без этой парадигмы морали или смысла жизни, ради чего человечество живет и как сохранить разум на планете, оно как бы не поспевает. И поэтому нужна как раз новая парадигма образования, парадигма воспитания детей и высший суд воспитывать у человека, опираясь на это самое древнее способность любить, сопереживать, сотрудничать, чувство бесценности живого. Вот эта тема, может быть даже мы сами какое-нибудь видео запишем, потому что это отдельная большая тема. Отлично, отлично. Боря, спасибо тебе огромное, с тобой очень интересно разговаривать, потому что ты в прошлый раз и формулы ФА показал нашу методику, ты показал, как это меняет состояние актера, как человека, как ты раскрепощаешься, как переходишь в барьер стресса, но это было очень интересно, и мы всем напомнили об этой формуле ФА, потому что это формула автоматизации начатого действия, ну, это очень интересно, спасибо тебе, Боря. Спасибо вам, и давайте дальше двигаться и пробовать и встречаться. Давай, спасибо большое, до встречи, до свидания. Пока.